Пойдемте, пройдем через новый тротуар. Там как раз умная остановка будет. Мы как раз на умные остановки дойдем. Умные остановки. Умные остановки классная вещь. Вот бы они еще только были, но не только трех. Мы и работали, потому что часто там бывает, что ты просто тыкаешь по этому экрану и никогда не работаешь. Смотрите, остановки. Есть три вида остановок в настоящее время в Нижнем Новгороде. Есть разные этапы становления остановочного хозяйства. Первое. Это обычные муниципальные остановки в разном состоянии. Я в этом году с администрацией Нижегородского района 15 остановок заменили. В том числе Верхнепечорок сделали на Богдановича 2, на Верхнепечорской. Я думаю, что долго ждали жить на этом в том числе. Остановки обычные, стандартные, без всяких реклам, без всего. Просто стандартный остановочный павильон. Вторая история, которая рядом с рекламным табло. Это старое соглашение рекламное с компанией Рэгтайм, которое устанавливает за свой счет установку, эксплуатирует рекламную поверхность, тем самым окупает свои затраты на установку этих остановок. Это соглашение действует еще до 2023 года, если меня память не изменяет. То есть после этого они также будут демонтироваться, приводиться там в другой стандарт. Либо расторгаться и дальше появится в другом формате установки. Третье. Конституционное соглашение с Ростелекомом. На установку умных остановок. Муниципалитет затрат своих не нес и не несет до сих пор. Экономика данной остановки строится следующим образом. То есть конституционер в лице ПАО Ростелеком устанавливает остановочные павильоны. При этом эксплуатируя их, получает денежные средства от размещения на них рекламы. То есть вот эти ядра, которые находятся внутри, вот эти треугольные поверхности, они используются как рекламные площадки. То есть конституционер получает средства от размещения рекламы, эксплуатации. Единственное, что в последнее время, и уже такое у них есть замечание, начались сбои, сбой, связанный с неправильным отображением времени транспорта. То есть это идет сбой при переходе с одной платформы на другой. Это временное явление. В этом плане работа ведется. Ну или не работает. Сколько раз? Да, совершенно верно. Реклама идет, а это... То есть вот пойдемте дальше по остановкам. То есть еще раз подчеркиваю, что здесь муниципальных затрат никаких нет. Это полностью история о роста рекламных и сессионных соглашениях. Плюс? Да, денежных. Нет, а вот реальная стоимость 3,5 миллиона за один пожилье. Я не отвечу насчет... Да, я не отвечу просто. Мы понимаем, что... Просто в других городах такое же предлагают и говорят, давайте, смотрите, как в нижнем. Вот посмотрите, реализовано здесь. Вот видите, здесь чистое небо реализовано. Помните, что здесь было, да? И плюс энергосервисный контракт. То есть опять-таки, вот стоимость светильника, она здесь в этом плане никого не интересует. Какая стоимость светильника у конечного консессионера? Мы понимаем, что мы за счет реализации энергосервисного контракта с вами получили новые качества освещения. Тем более светодиодный здесь яркий получается. Плюс чистое небо реализовано. Ну да. Все. А убирает кто остановки? Вот еще вопрос. Остановки убирает муниципалитет. То есть не Ростелеком это вы? Нет, текущее содержание муниципалитета, да. Он же не перестал быть... А вот это вот вытирают, моют их кто? Это консессионер. А, то есть они за имуществом следят, а за территорией и вот мусорными баками, да? Разбитые стекла, лавочки, грязь на павильонах это зона ответственности консессионера. Сама площадка, мусор и юридическое как бы сопровождение остановочного павильона, там, разметка соответствующая. Это зона ответственности муниципалитета. Потому что он же не перестал быть остановкой. Умные остановки в Нижнем Новгороде купили к юбилею. Юбилей в этом году, в 21-м. А ставить их начали в 18-м, 19-м. То есть всего установлено 334 таких остановки. И какие я видел оценки? Я видел оценки, что одна остановка стоила порядка 3,5 миллионов рублей. Я вообще в эти цены не верю. Как так может быть? 3,5 миллиона рублей за какую-то коробку с мониторами, которые показывают рекламу, Wi-Fi, видеокамерами, да еще... Ну, только табло, что тут есть, интересное для пассажира. То есть можно посмотреть, когда прибывает автобус, троллейбус или маршрутка. Здесь написано название остановки. Здесь сделаны все маршруты, которые тут ходят. И, кстати, как я видел, это подсвечивается по вечерам. То есть это видно, это можно прочитать. И не как в Ростове, где оно нарисовано, вот высоко-высоко эта табличка висит. Она вот на уровне глаз человека можно посмотреть. Деревянное сидение, стеклянная задняя часть. Вот, если честно, я бы вот это стекло делал бы в пленке, невидимой пленке, чтобы вандалы не могли его покрасить, а потом очень тяжело было бы отмывать. Надо делать именно в пленке стекло. Эту пленку не видно, но зато с нее стирается просто тряпочкой любая надпись, и отклеивается любая бумажка, даже сама. То же самое надо делать здесь. Здесь вы видите, мыли, активно мыли. Вот тут видно, как мыли, 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 мыли. Все тут мыли. Видимо, тут было либо обклеено бумажками, либо было даже нарисовано. Поэтому вот мы видим следы, следы, как мыли. Да, видно, что остановка уже имеет следы какой-то ржавчины. Откуда она здесь, почему? Если это не железная остановка, как она могла вот до такого? Вот что с ними тут делают? Почему они вот в таких вот пятнах? Вот. Дальше. Это комната. Тут оборудование стоит. В этой комнате два компьютера, видеонаблюдение, приборы. В общем, на самом деле, целое помещение необходимо, чтобы это все размещать. Ну и монитор. Мониторы это для рекламы, чтобы мы могли окупать остановку. Но смотрите, как она тормозит. Очень долго загружается карта. И я такой думаю, а какой бы мне автобус посмотреть? Ну, например, 43-й. Вот он должен быть. Где он? Он едет вот здесь по мосту. Ну, неплохо. Да, я вижу маршрут. Я вижу один 43-й. Я вижу второй 43-й. Вот один, второй. Куда он улетел? Вот он здесь будет, наверное. А если я хочу троллейбус 31 посмотреть? Он тут должен ходить. А троллейбус вообще не на маршруте. Где-то стоит вообще далеко от маршрута. Они не ходят здесь почему-то. А вот здесь, вот здесь на карте троллейбус 31, вот он только что был. Через одну минуту должен был появиться. Как так? Как так? Вот смотрите. Вот, вот видите, 31-й, да, на карте. А вот... 31-й в жизни. То есть этот троллейбус едет без этого. Как его? То есть вот эта карта не видит этот троллейбус. А это табло видит этот троллейбус. Как они берут данные? Откуда? Из чего? Из разных источников? Я не понимаю, как это работает. Самое главное. Нужно ли такое чудо Ростову? Ну, если Оренбург купил таких 10 штук, по 2 миллиона. Каждая. И они у них разваливаются, их вандалят и прочее. То такое нам не надо, как в Оренбурге. А в Нижнем Новгороде, якобы, это все сделано за деньги инвестора. То есть инвестор Ростелеком сказал, что вот он заплатит за все. В том числе и за подключение, там и прочее, прочее. Будет их обслуживать. И бюджет не потратит ничего. И только через 10 лет городу эти остановки передадут. То есть 10 лет, по идее, Ростелеком должен заниматься их обслуживанием. Ну и собирать денежку за рекламу, чтобы окупить это все предприятие. Я не уверен, что у них получится, если честно. Не уверен, не знаю. Но это проблемы Ростелекома. Надо ли в Ростове такое делать? Вот появилась новость, что в Ростове 400 остановок таких поставят. Честно говоря, не знаю. То есть они должны, во-первых, быть защищены от вандалов пленкой и прозрачной краской. На которой не остаются надписи. А во-вторых, это должно быть опубликовано в соглашении с инвестором. То есть там могут быть скрытые пункты, по которым город обязан за всякую вещь платить этому самому Ростелекому. И еще очень важно. Кто же в городе обслуживает остановки неумные? И вот кто... Кто вот за эти неумные остановки отвечает? Кто несет расходы по их содержанию? Кто их моет? Кто их красит? Кто убирает каждый день? Вот у меня какие вопросы. То есть вопросы про установку, покупку самих остановок это одно. Вопросы про содержание это другое. Третий вопрос. Кто неумные остановки будет содержать? И почему остановки вот такие вот, вот в таком вот состоянии уже? Прошло всего немного времени, а остановка вот так уже, ну, выглядит, вот так она портится. Просто, я думаю, от осадков здесь льется сверху. Остановка Бориса Корнилова. Это неумная остановка. Все остановки неумные. Этим занимается город. Вот так выглядят неумные остановки.